всем привет с вами ли удаст и у нас сегодня на обзоре герой лили мэй прежде чем начнем хотел сказать спасибо мили сэнд так подписано за то что предоставил аккаунт для тестов реально очень круто здесь она будет на вышку плюс поэтому будут тесты хорошие то есть все проверим до небольшая ремарка я давно не снимал ролик вообще роликов на youtube я не пропал просто отдыхаю просто отдыхаю и занят короче гуляю там и так далее то есть сами понимаете то есть ничего такого сверхъестественного с одной не произошло игру я не забросил и собственно поэтому будем сейчас обозревать героя попытаюсь обратно влететь в игру в youtube и так далее собственно поехали и так прежде чем начнем ее тестировать давайте сначала почитаем ее скиллы я понятия не имею что она делает вообще вот настолько я вылетел из игры то смысле что ну как бы ничего в игре особого не происходило и вот только сейчас вышло крупное обновление давайте почитаем начнем с пассивного до часа активного навыка у них какая-то странная фишка не стали добавлять пассивный эффект вот я сразу вижу пассивный эффект что такое вообще непонятно окей давайте читать вначале битвы она входит состояние защиты когда непризванный враг применяет абсолютное умение или мы получает невосприимчивость к эффектам контроля затем она подпрыгивает над врагом и выпускает в него стрелу усмирение которое наносит урон а также прерывает абсолютно умение врага и заставляет его потерять 700 энергии это в начале битвы то есть это короче против эйрона против брайана и так далее то есть собственно герой против эйрона после этого или мои выходят из состояния защиты и теряет невосприимчивость ну то есть ничего такого здесь если честно ну да против эйрона это вот супер супер хорошо зайдет дальше будем смотреть уже по ситуации как это будет использоваться вообще в принципе в дальнейшем это хорошая контра на арену ну в целом больше сказать нечего однако я думаю что моя пачка сальса и пачку слили мои просто растащит даже без эйрона это умение не может прерывать абсолютно умение боссов но наносит им урон активный эффект вот ее активный навык или мои входят состояние защиты и нацеливается на всех непризванных врагов или на одного из них на всех непризванных врагов или на одного из них смысле типа это как это по ее позже это как это типа она такая ну вот хочу сегодня всех ударить а я не знаю как это работает такие при защите ото всех ладно при защите ото всех врагов она нацеливается на первого врага который использует абсолютное умение при защите от одного врага она нацеливается только на него когда она использует абсолютное умение боже мой какой сложный навык я в самом смысле что они написали вроде бы на русском но как бы не на русском ничего не понятно но очень интересно давайте дальше если его нельзя выбрать целью в течение более чем трех секунд или он не терпит пола поражения ли мэй переходит к защите ото всех врагов понятно получается что защита это вот эта вот штука состояние защиты и получается она будет теперь контрить всех врагов или не всех врагов тут как бы непонятно честно говоря для меня этот навык абсолютно не понять он написан не русским языком вот кратко почитаем или мэй переходит состояние защиты и прерывает абсолютно умение врага либо я глупый либо еще что но я не понял навык написано вообще не понятно окей в режиме автобоя на автоматически защищает от всех непризванных врагов разве не от всех но почему-то так написано окей хорошо давайте следующий навык почитаем это все еще доступно при одной копии или мэй молни но молниеносно да я подумал здесь ошибка изначально перемещается к цели и атакует шесть раз от просто как бы раз в 20 секунд то что большое кд очень 20 секунд но оранжа аж 7 клеток это много но есть урон каждым ударом во время этих атак она остается неуязвимой а затем возвращается на начальную клетку если во время атак активируется состояние защиты она завершит оставшиеся атаки после выхода из него честно говоря я чуть не понял почему этот герой герой леса этот герой должен был быть героем носителей света насколько я понимаю потому что героев носителей света в этом сезоне не выходила они обещали выпустить по одному герою каждой фракции то есть я предполагал что будет герой носитель света здесь он лесной житель я просто часто к чему говорю вот я прочитал тот навык и вспомнил валу которая там отпрыгивает да и может это в этот момент уклониться от какой-то атаки там условно вот и странно реально очень странно получается ну собственно здесь ничего сверхъестественного в этом навыке нету окей давайте дальше во время битвы или ли мы и становится сильнее каждая обычная атака или у меня дают и очки опыта дополнительно она получает их за помощь или убийство когда шкала опыта заполнится она становится сильнее до конца битвы увеличивая свою атаку на 10 процентов и улучшая свои следующие атаки во время балета ливня время балета ливня это что это вот это на во время балета ливня или обычные атаки в числе 4 прекрасно усиленные атаки дополнительно наносит чистый урон вот это кстати неплохо это неплохо равны 3 процента от максимального здоровья цели но не более чем 75 процентов от атаки лили мэй эффект прироста может складываться до четырех раз слушайте это сильная штука она будет сильно бить по боссам вот этим вот навыкам да ну благодаря вот этому навыку все еще доступно при одной копии очень даже неплохо она мне почему-то зависла ух ты можно останавливать время что но ясно короче здесь мы останавливаем время собственно навык который доступен при легендарный плюс прокачки во время битвы лили мэй получает 10 к пробитию а также еще пять при использовании балета ливня 10 к пробитию давайте почитаем что такое пробитие заходим сюда и здесь можно посмотреть пробитие защиты или чего скорее всего пробитие защиты до при нанесении урона каждой единицы пробития защиты не учитывая 1 процент защиты цели они учитывая 1 процент защиты цели от физического магического урона окей а может это еще есть слово пробития подавление настойчивость повышения слушайте ну да получается игнорируют броню благодаря вот этому навыку очень даже неплохо 16 пробитию также еще пять при использовании балета ливня получится 8 до здесь 16 и 8 24 процента брони будет игнорировать насколько я понимаю или мы подрастать кстати а почему здесь на 2 вкачана а точно это уже все это мифическая плюс прокачка я думаю чего мифическая плюс прокачка лили мы подрастает после получения от союзников временного повышения характеристик каждый союзник может активировать этот эффект один раз за битву увеличивает повышение атаки от каждого прироста до 12 процентов я сейчас вообще не понял ничего подрастает после получения от союзников временного повышения характеристик если союзник бафать на повышение характеристик она увеличивает атаку от каждого прироста на 12 процентов подождите честно говоря этот навык для меня опять же непонятен я вроде бы прочитал все но непонятно реально вот для меня честно непонятен этот герой с точки зрения объяснения и и навыков и вообще в целом да давайте-ка посмотрим дали ли мои впервые используют выстрел буря я так понимаю это здесь для прерывания абсолютного меня врага он теряет 1000 энергии ну то есть вместо 700 да он будет терять 1000 энергии ну в начале битвы по моему только у брайана есть 1000 энергии больше ни у кого эйрона там половины будет или сколько-то кстати у эйрона по моему вообще тоже нет энергии если я не ошибаюсь ну короче говоря эта штука только против брайана хорошо зайдет она его сразу законтрит заберет всю энергию и все как бы именно здесь да там ну конечно же против эйрона в том числе сезонный навык запускает доп снаряды после каждых трех обычных атак наносит урон ничего сортистного в целом герой по бумаге он сильные мы сейчас его как раз таки протестим тут у нас будет царство снов кстати у нас сейчас псих лоб мы то 18 а тут уже били кстати можно посмотреть ой 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 давайте-ка глянем ничего себе вот это она бьет посмотрите на этот урон обалдеть это очень здорово вот здесь посмотреть тоже а я на ее вообще в два раза перегоняя а нами делю перегонять два раза и я бьет 10 миллиардов время когда лили мэй 21 миллиард наносят обалдеть просто обалдеть давайте мы сейчас проверим это собственно здесь правда она там у них с сильно прокаченным оружием да давайте-ка мы поставим ее вместо корина вот так сделаем так у нас тут бонус фракции из трех хорошо давайте-ка тогда мы поставим вот так и собственно да с этим артефактом посмотрим сделаем один бой пусть будет на x3 допустим так вот она подлетела в начале боя к боссу пусть а мне очень нравится этот герой честно говоря я не смотрел особо зарубежных ютуберов поэтому герой и вообще никого не смотрел поэтому герой ухты красиво было красиво поэтому герои да поэтому для меня как бы сейчас все в новинку я просто видел что-то слышал там и так далее да там кто рассказывал про этого героя что как бы герой очень сильно да там целом это уже понятно мы только что посмотрели он по боссу бьет очень очень хорошо мы сейчас еще на арене его протестим и посмотрим 38 39 40 уже 40 миллиардов нанесли урона обалдеть просто обалдеть кстати надо посмотреть 100 мизий там уистами зим боже с этой с талина ли как в этом зовут седьмые на сервере 23 миллиарда здесь он нанесла у нее осмирили одинаково прокачанное оружие но это вообще вау и очень 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 сильно бьет честно говоря советую вам ее приобрести целом она много где зайдет мы сейчас ее и в ппп проверим и еще проверим в афк этапа кстати вот я хотел посмотреть вот это да здесь у нас на они одинаково прокаченные как ее зовут талина дата лена талина тут меньше нанесла даже чем мерилья слушайте но если честно просто обалдеть герой очень силен мы только что это увидели можем сейчас кстати у нас открыты легендарные испытания тот же самый пве режим условно как ты в компании давайте проверим один бой чисто сделаем с ней поставим ее здесь кстати вон там вот брайан и получается мы сейчас мы сейчас ультанем точнее она сейчас сразу свой пассивный эффект включит давайте на это посмотрим как это будет происходить значит сразу подлетит к брайану все и забрала энергию целиком просто неплохо а и кстати эйрон вначале не ультанул ладно второй раз тут в игре куча всего по выходила за то время пока меня не было там рыбалка и пропуск я уже взял пропуск хороший пропуск тоже там это очень дешево там сейчас план долларов я взял которые с эпическими билетами чтобы здесь билетов забрать это очень дешево там 60 золотых эссенций и синих 100 чем-то по моему так вообще вообще на изи прошли тут она кстати ничего не задамажила да вы ели в кого я будем иметь в виду мы еще ее проверим в фк этапах давайте до перейдем на арену посмотрим как она здесь себя покажет друзей бить не будем и садились и садильдийцев тоже так вот этих ребят мы бить не будем здесь сильный достаточно тип у него тоже кстати давайте-ка попробуем давайте-ка попробуем посмотрим что из этого выйдет здесь мы ставим вот так точнее даже сейчас покажу ставим вот так это все убираем ставим сюда вот так вот так и еще одного героя это будет скорее всего эйрон да вот так поставим ну собственно сейчас получается его лили мэй подлетит к нашему эйрону а наша к его эйрону и ни один эйрон в начале боя не ультанет смотрим до обменялись никто не ультанул так а да кстати у нас симметричные пачки с одним лишь отличием что у меня стоит кивин вместо дэмиана ну-ка так она подлетела к дэмиану так и наконец-то ультанула по идее опасненько что тут происходит вообще непонятно для меня я в том смысле что что он один солнце она здесь мы тут выиграли мы тут выиграли отлично посмотрим сейчас по урону в пп очень неплохой герой для пвп опять же для боссов мы видели за счет того что у нее есть чистый урон и герои с чистым уроном сильно им будет ну вот посмотрим да здесь или мы и у него надо мажила больше всех у нас тут собственно орден но я бы ей качал оружие на плюс 10 видите как это будет то есть здесь уже на плюс 10 оружия да и урон кстати тут оружие прокачано куда лучше чем у нас у нас у торрона вкачан здесь него дэмиан на 10 а мы впервые ультанули пусть и не знаю как это сработало здесь дэмин на 10 дает ускорение вот здесь получается дает им 50 ускорения то есть его герои должны были раньше ультануть чем мои а мой орден походил раньше короче не знаю кто здесь сработало но она сработала неплохо давайте еще один бой провернем так это со гильдит хорошо что теперь это все подписывается вот здесь кстати классическая пачка с каролины да и мы сейчас попробуем выиграть эту пачку с лили май попробуем так поставим ну собственно наверное так и оставим да думаю что так пусть и будет пусть орден стоит сзади так ультанули мы ультанули его эйрон не ультанул это прям очень здорово здесь мы не дать все убили эйрона отлично просто обалдеть она контрит его очень хорошо но могу сказать вам точно что она не выиграет пачку с мою пачку с альцей у меня альцена 25 вкачана она просто стирает такие пачки там слишком много урона единственно кому она проигрывает наверное это скорлите на queen давай опа хорошо выжили ну все выиграли просто отлично и слабость шикарно так хорошо давайте еще один бой проведем не стало интересно тут уже скорлита но мы не будем сражаться этот пак намного сильнее нас прям намного давайте-ка кто тут никто по 1 это топ-1 серьезно очень слабый сервер у нас такие ребята в типу топ-25 топ-30 сидят тут топ-1 обалдеть очень слабый сервер это хорошо кстати играть можно более комфортно опять же симметричный пак мы с ним уже сражались может кого-то здесь посмотрим кстати вот тут пак сайсы ну тут не тот пак который типа с аироном и так далее но давайте попробуем тут и рейнер есть сейчас посмотрим что из этого выйдет здесь так мы поставим все-таки нашего ира надо поставим нашу или моей очень нравится мне моделька персонажа и кстати кто не смотрел трейлер этого персонажа посмотрите выглядит все сделано офигенно очень круто прямо разработчики так разработчики постарались здесь поставим вот этот артефакт на кивен хотя нам не нужен нам не нужна защита от контроля можно поставить вот этот арт принципе тоже будет окей погнали посмотрим мы скорее всего этот пак выиграем потому что здесь альса не нужна и мы здесь нужно коку ставить кстати кока будь очень быстро набирает свою энергию и она тоже не даст ой не кока точнее оди простите оди быстро набирает энергию но тоже не не даст ему ультонуть очень быстро в начале битвы тоже заберет энергию то есть его будет контрить да скажем так так но здесь мы точно выиграем а если не дала ультонуть подлетела я мы думаю тут точно выиграем они не хотя пас из так посмотреть у них четыре героя осталось стоят они уже достаточно давно так слушайте мы можем сейчас и проиграть таким темпом ну по крайней мере да ничего себе посмотрите они стоят они стоят не нас носят хороший пак опять же альса против пальцы или мэй я говорю ей будет тяжело против пальцы потому что альса набирает энергию во-первых быстро и то что она заберет у альса энергию в начале битвы для альса это не страшно вообще потому что она через три секунды опять же и наберет она слишком быстро это делает давайте-ка посмотрим там по урону только что проиграли вот собственно наш урон тут альс торон собственно зарешали но вот такой пак да очень неплохо если честно такой жирный пак достаточно все для того чтобы альса выжила сделано но пвп потестили герой крутой да то есть опять же он контрит он контрит этого эйрона брайана и мы только единственно что не проверили ее в афк этапа давайте-ка попробуем один бой проведем посмотрим здесь у нас такой вот пак уберем отсюда каролину поставим или мэй чисто потестить посмотреть кстати у нас у нас будет бонус из 5 ничего себе на потому что все герои леса здесь будут участвовать ставим вот этот артефакт и вот так погнали ну-ка ставлю скорость на x2 их зал в принципе это не супер быстро давая финн уже ультуй пора ой неплохо 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 но урона я так понимаю от нее нету так что такое чему только ее кстати активку показывает интересно каждый раз ну-ка еще раз не ладно ну я вижу что мы сейчас уже проиграем нам либо урон не хватит либо хп да окей да здесь она в афк этапах не то чтобы вау да тут просто ирана дамажил больше да у них оружие на плюс 10 ну она сделает 3 700 окей там до 3 800 было бы оружие на плюс 10 кстати что там она дает на плюс 10 ну-ка ну-ка глянем может там камень супер мба пушка и есть смысл вообще качать оружие на плюс 10 на плюс 10 после каждого прироста количество атак по следующем применение балета ливня увеличивается на 2 после каждого прироста количество атак при следующем применении балета ливня увеличивается на 2 а ничего себе то есть получается она так вот шесть раз потом будет атаковать 8 раз потом атаковать 10 раз блин это кстати сильно эта штука очень сильно я думаю что есть смысл ее качать сто процентов и в принципе даже до 15 доводить вполне себе на боссах на будет себя хорошо показывать по героя по заключению герой обалденно крутой и честно говоря я не думал что будет настолько хороша реально герой просто отмены еще кстати хотел вам сказать то что теперь разработчики с момента выхода героя это было еще кстати да он это был еще до талены по моему да когда выходит герой теперь игра предлагает вам купить лимитированные паки здесь которые реально выгодные первые два вот эти вот они выгодные этот невыгодный честно говоря его не стоит покупать лучше уже взять лимитированный пак вот здесь вот будет куда лучше здесь можно взять 40 эссенции до золотых там и 40 билетов за 1500 за 100 долларов 80 билетов и 80 эссенций плюс еще пак который вылазит когда вы забираете три копии героя впервые да вы получаете три копия героя вам вылазит пак либо за 1250 либо за 2 500 до который дает вам копию героя и также еще билеты собственно ну там две копии героя получается за 50 долларов все это все вот это вот можно взять с хорошей скидкой в магазине fox shop если что по ссылочке в описании оставлю там по моему 80 рублей за доллар или там или даже меньше чем 80 рублей я сейчас цены уже точно не помню но там потому что я в долларах рассчитываюсь там гораздо выгоднее чем покупать где-либо то есть это самое выгодное что есть на рынке поэтому ссылочку оставлю заходите да еще раз вернемся в принципе к герою героя опять же очень крутой стоит ли крутить в этот баннер честно говоря я бы крутанул сюда да то есть если сравнивать например с тем же героем который у нас выходил из фракции могила рожденных это был вот этот вот как потом зовут кстати людовик да ну честно говоря людовик не то чтобы вау да то есть как бы опять же я как и говорил на обзоре героя просто хиллеры ничего более ничего я в нем не увидел да а вот этот герой который сейчас вышел он что-то вот она по типу флора беллы да то есть флора белла очень сильный хороший герой и или моей в данный момент тоже себя показывает также хорошо как флора белла в момент выхода поэтому есть смысл ее делать да я бы крутанул в этот баннер честно говоря потом его эпические призывы сюда добавить вместо кого-то да то есть я бы я точно крутанул ребята советую герои обалденные мы собственно видели как она бьет на боссах этого вообще вау и в пвп контент эйрена ну что ребят вам всем огромное спасибо за просмотром буду выпускать ролики почаще ставьте палец вверх если было интересно подписывайтесь на канал и до скорых встреч пока пока